Добрый день! У микрофона Blackmark. Темой сегодняшнего обзора будет Mafia 2. Данный игровой продукт активно рекламировали в игровой прессе, одаривали хвалебными отзывами и прочим же полезничеством в сторону издателя, разработчика, геймдизайнера и так далее. Видимо им пообещали халявный фуршет. Примечательно то, что спонсором разработки Mafia 2 была компания Nvidia, благодаря чему версия для ПК выглядит немного симпатичнее. Но несмотря на агрессивную рекламу, поддержку со стороны производителя железа, мнения об игре разделились. У одних она вызвала восхищение, у других сплошное недоумение. Давайте попробуем разобраться. Но если я уж упомянул о графике, давайте пожалуй с нее и начнем. В этом плане в игре нет никаких претензий. Все очень красиво. Снег очень красиво и реалистично падает на асфальт и на автомобиль. А также скатывается с него при движении. И очень забавно падает с крыш. Лед отражает в себе солнце и уличные фонари. Сами машинки детализированы просто шикарно. Особенно их хромированные собчасти, в которых красиво переливается окружающая действительность, в каких-то случаях даже морда главного героя. Краска к ней тоже никаких претензий. Она отлично отражает от себя свет и как солнца, так и уличных фонарей. Даже зазоры между кузовными панелями, как настоящие. Морды персонажей и человека в целом выглядят тоже очень красиво и реалистично. У них симпатичная мимика. Единственная моя претензия, это то, что глаза выглядят ну очень уж стеклянно, будто каждый из них вынюхал по килограмму стирального порошка. Нельзя, конечно, не упомянуть и физику повреждений транспортных средств. Все очень красиво мнется, гнется и курочится. И разбивается, если говорить о стеклах. Стекло в смысле автомобильное, а не то, что покупается в специально образованных ларьках для внутреннего употребления. Я уже упомянул, что в разработке участвовала компания NVIDIA, в результате чего графика на ПК намного лучше. Консольную версию, к сожалению, мне играть не довелось, поэтому о ней ничего сказать не могу. Но по отзывам, наиболее неудачной получилась версия для PS3. Еще одним примечательным моментом является нетипичность для сегодняшнего рынка видеоигр. Сегодня обычно игрушку изначально делают для консолей, а потом для ПК. Из-за чего она плохо идет даже на очень мощных системах. Здесь самым подходящим примером является GTA 4. Mafia 2 примечательна тем, что проблем с оптимизацией у нее нет. И она может, и в нее можно играть даже на очень слабеньком ПК. Не желая выслушивать претензии от школьников и геймеров среднего возраста, разработчики Mafia 2 решили сделать возможность выбора уровня сложности управления автомобилем. Есть легкий, средний и сложный. На сложном уровне машина управлять немного сложнее, и она сильнее скользит на льду. Ну, как не хотели разработчики, реалистический уровень реалистичным не получился. Физика автомобилей, в принципе, неплохая, но до GTA 4 не дотягивается. Из всего ниже перечисленного можем сделать вывод. С технической стороны игра безупречна. Придраться можно лишь к нюансам. Одним из них является то, что для нее очень настоятельно советуется купить геймпад. А как по-другому? Живем в век приставки Xbox 360. Поэтому все делается для нее самой. Теперь давайте перейдем к такому важному аспекту, как атмосфера. Первая половина игры проходит в 1945 году, когда Витто Скалета, получив ранение в Сицилии, возвращается домой. Здесь, в принципе, претензий нет. Все воссоздано в мелких деталях. Если вы войдете в кафешку, там развешана куча плакатов с полуголыми тетеньками в стиле пинамп. Прохожие на улицах идут по своим делам и занимаются тем, чем собирались заниматься. Уборщица подслушивает, моя пол. По дороге к Джо мы видим, как семейная пара ругается из-за сломанного автомобиля. А по улицам ездят военные грузовики, а периодически пролетают самолеты. В общем, воссоздано государство, ведущую войну. Со второй же половиной игры все не так гладко. Нас нагло убеждают в том, что на экране 1951 год. Хотя любой сантехник, не имеющий диплома культуролога или специалиста по Америке 50-х годов, скажет вам, что нихера это не 1951 год. На экране самая натуральная середина 50-х. Ибо в 1951 году эпоха рок-н-ролла, ярких платьев, костюмчиков и гомосецких кожаных нарядов еще не настала. Так как движение бриолинщиков еще не появилось. Мафия тогда была еще на вершине славы. Наркотики только-только входили в обиход среднего класса бандюганов. Криминальный мир Мафии 2 не ограничивается итальянской мафией. Здесь вам и поляк по имени или как его фамилии Бруски, китайская триада, а также Ирландия. Здесь они выглядят типично для производения кинематографа. Они тупые алкаши и отморозки. Да и в целом нацменьшинства показаны здесь в рамках стереотипов, которые устоялись в кинематографе. В целом атмосфера, несмотря на свою кривую реализацию, затягивает в процесс игры. Частью этой атмосферы является саундтрек. В первой половине игры это музыка, характерная для середины 40-х. В второй половине игры музыка, характерная для... Середины 50-х, или как хотят разработчики, в 1951 году. Музыка делится по направлениям. Например, есть отдельная станция для черного блюза, а есть отдельная станция для музыки в стиле рок-н-рок. В общем, ценителям понравится. Частью этой атмосферы является саундтрек. В первой половине игры это музыка, характерная для середины 40-х. В первой половине игры музыка, характерная для середины 50-х, или как хотят разработчики в 1951 году. Музыка делится по направлениям. Например, есть отдельная станция для черного блюза, а есть отдельная станция для музыки в стиле рок-н-ролл. В общем, ценителям понравится. Прежде чем начать обзор сюжета, стоит сказать пару слов об игровом процессе. В целом, он не затеялив и не блещет разнообразием. Сюжет начинается с того, что главный герой начинает рассказывать о своем тяжелом детстве. Потом нам показывают, как наш герой возвращается после пулевого ранения с войны, и его встречает наш друг Джо. Джо его знакомит с серьезными дяденьками, которые могут подкинуть приличную работенку. На одной из таких работ он засвечивается, его садят в специализированное исправительное учреждение, потом из него выходит, после чего он продолжает заниматься тем, что получается у него лучше всего. Я это говорю к тому, что сюжет линейный, и не имеет каких-то ответвлений, как, например, GTA 4. И отсюда следует вывод, что сравнивать GTA 4 и Mafia 2, как минимум, неправильно. Лично я вижу больше сходства с Driver Parallel Linus, построенном на той же схеме, где в первой части герой счастливый гуляет на свободе, угоняет машины, торгует наркотиками и занимается прочими незаконными видами деятельности. Потом его садят в тюрьму, после того, как он отмотал срок, он выходит на свободу и продолжает нарушать закон. Ну, с мелкими нюансами, отличающими от Mafia 2, о которых вы узнаете, пройдя игру. Но схема довольно похожа. Но в обзоре на современную игру нельзя упомянуть о таком моменте, как кинематографичность. И здесь начинаются самые большие проблемы. Разработчики явно с этим переборщат. Игра воспринимается как интерактивная мыльная опера, прораспиздяя отморозка по имени Вита. 70% геймплея составляют поездки из пункта А в пункт Б. Остальное же это миленькие перестрелочки, не отличающееся разнообразием. А в процессе Вита ебёт мозги своему другу в ходе диалога. Но если две трети игры и тянут на приличный интерактивный фильм, то последняя треть игры просто ужас и напоминает третисортный шутер. Отдельного упоминания стоит система рукопашных боёв, которая довольно специфическая. Она представляет собой такое действие. Укройся, махни ручкой и закройся заново. Из-за чего процесс рукопашного боя довольно нудный и однообразный. Но упоминая о рукопашных боях, нельзя не заметить один очень интересный факт из игры. Данный момент явно сделан для того, чтобы угодить американскому покупателю. А именно, это обширные сцены избиения лиц негритянской расы. Бедным американцам дали возможность сделать то, чего они не могут сделать в своей реальной жизни. А это возможности отбускать невинного афроамериканца. Не совсем невинного, конечно, но всё же мелочь. Американцу приятно. Многого стоит сама возможность навешать кое-чего негру. Важнейшим нововведением Мафии 2 является возможность использования специальных отмычек для того, чтобы открыть замок и цивильно залезть в машину или помещение. Система отмычек реализована очень интересно. Нужно зажимать одну пружинку. Точнее, их три штуки по очереди. Сначала одну, потом вторую, потом третью, как вы видите на экране. Идея довольно интересная и оригинальная. Пользоваться ими вас научат в начале игры, а позже дадут попрактиковаться в открывании дверей. Это вносит большое разнообразие в монотонный игровой процесс. Ну и давайте обратим внимание на самый большой недостаток игры под названием Мафия 2. А именно сюжет. Главный его недостаток в том, что он скомкан, как использованная газета и линеен, как сырая макаронина. Какой-то определенной цели он не имеет. Средняя продолжительность прохождения игры 7 часов. Из которых около 2 часов будут видеоролики. Геймплей на 70% состоит из поездок на автомобиле. Физика автомобилей неплохая, но до GTA 4, как я уже сказал, не дотягивает. Игра на 2 трети, мыльное кинцо, на 1 треть, третисортный шутер. Видимо, у разработчиков возникли на конечном этапе проблемы и написание сюжета они доверили электрику. Но несмотря на недостатки, игра стоит того, чтобы с ней ознакомиться. Это был Blackmore. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. До свидания.